Уважаемые мои слушатели, любители ютуба, мои подписчики Не забываемся, кто еще не подписался Подписывайтесь или в крайнем случае кликайте Пальчиком вверх На кнопочку пальчик вверх Это в крайнем случае Ну вообще подписывайтесь Я рассказываю много интересного И уже десятки интересных сюжетиков, мини-сюжетиков Есть уже в моих плейлистах Абсолютно в разных, начиная от мебельных и кончая там музыкальных и так далее Кому интересно, могу там поюзать По моему вообще каналу Ну, сегодня речь не об этом Продолжаем, продолжаем, продолжаем говорить о ДСП Значит Недостатки и преимущества ДСП Первое, ну, можно сказать недостатки ДСП в принципе делается Из древесной стружки Ее склеивают особым образом Различными компонентами Для придания и жесткости, и плотности И других необходимых для эксплуатации составляющих Недостаток в принципе используется формальдегиды Это в принципе опасные компоненты Которые входят в состав скрепляющих материалов Там смол и так далее Поэтому заказывайте, конечно, минимум мебель себе лицензионного материала Или Вообще прикольно Если вы закажетесь фирмачево То есть чисто фирмачи Например, фирмы Эггер То есть там содержание различных формальдегидов И других вредных веществ Подогнано и четко исполняется В соответствии с требованиями ЕС Если мы говорим о каком-то супер дешевле Ну, чем дешевле будет мебель Вернее, дешевле Бюджетнее Тем больше там будет различных вредных веществ И других пакостей Которые не нужны для вашей мебели Ну, самая большая пакость В принципе, касающаяся вашего здоровья Вы постоянно будете дышать Различными микропорами Различных материалов И чем дешевле будет ДСП Тем их там будет больше И они будут вреднее Вот негатив, касающийся в принципе ДСП Ну, это такое в принципе побочное, можно сказать Конечно, если вы не используете Какое-то супер-пупер дешевое ДСП Которое чуть ли не сами делают Не знаю, там китайцы, там кашированные Сами клеят, короче Сверху бумагу клеят Вместо винила То есть вместо вот этого винила Тупо бумагу клеят И продают ее как супер-бюджетное ДСП Ну и другие То есть куча различных уловок Сейчас существует Люди этого не понимают Там покупают столы там За тысячу гривен Ну, с этим все понятно То есть Стол из качественного ДСП Не может стоить таких денег Куча уловок Кромка ДСП Ну и так далее И тому подобное То есть куча существует Мебельных уловок Которые позволяют Снизить себестоимость Одна из самых главных уловок Это использование Некачественного ДСП А каких-то местных подделок Каких-то Не знаю Секретов каких-то Которые сами тут все катают И так далее Это самое страшное В принципе остальное Все, что оно будет стираться Там стол будет стираться За...